и снова здравствуйте всем привет и так давайте попробуем вот этим лошадям на одной вот этой лошади поменять стилистику для мультфильма да там по прикаламся тут в принципе тело не столько важно переделывать да вот именно с фейс мордой так вот получается такой конь и значит пробуем значит вот это все дело удалить а ну-ка еще разочек это все дело значит аккуратненько проводим отключаем значит видимость текстур и все это дело сгладим когда мы так сглаживаем потом включаем текстуру в принципе вы видите что текстуры не изменяются так нужно же теперь это все дело как бы докрасить да давайте переключимся на кисточку для покраски уменьшим интенсивно чтобы подобрать цвет после текстуру я не помню где эта картинка значит c английская и значит чуть-чуть это все дело покрасим вот так как тут вверху тоже немножко это все дело выгладим так есть такое дело значит только единство когда вы будете вот делать дайна мэш не делайте дайна мэш значит с выключенным с выключенными текстурами потому что текстуры пропадут так ну конь есть так хвосты и значит есть гривы есть сбрую я вот недавно тоже сделал так что давайте это все дело так симметрия включена вот этот сбрую уберем сейчас чуть-чуть это дело все перелепим вот так вот включим текстурку и нужно значит наши вот это лошади поменять значит внешний вид ну давайте мофта пола джим так ноздри надуем побольше так приподнимем ноздри побольше вот эту частью по прям всю прям побольше так делаем таким образом так здесь чуть вдавливаем получается уже вот такой вот шнопат так теперь что нужно сделать значит теперь нужно немножко увеличить череп наверно так как бы как потом увеличить нежный нижний вот этот значит челюсть можно низком подвести побольше вот здесь вот вот такая такой есть вариант потом если это конь мастерсона да тогда можно скулу так вот вывести и сделать скулы немножко как бы ну вот такими вот квадратными чуть отвести потом еще что можно сделать можно сделать надутать значит башки вот здесь вот так вот и и вот ну раз так надута она ну-ка вот тут еще вот этот хребет можно убрать так есть такое дело но эти уже более мультипликашный такой да конь так теперь что еще можно сделать ну можно наверно надуть ему как бы челюсти вот так так вот так теперь мастерсон он крупный товарищ да значит можно ему и коня сделать крупного тогда морду вот эту полностью прям хорошо надуваем ну вот уже такой получился наш персонаж как глаза чуть-чуть сведем и скулы чуть-чуть побольше сделаем и чуть-чуть вглубь как бы уведем ну вот уже будет как бы по мультипликационному я думаю так теперь надо поработать немножко вот вот с этими глазами значит чуть-чуть и в бок чуть-чуть и вперед и раз они вперед подаются давайте попробуем значит какой финт не знаю получится нет так растянем уши так уж и можно даже побольше сделать так так ноздри есть и значит что еще можно вот эту прям по квадратнее сделать а ноздри увести повыше и сделать до их побольше так потом морду тоже под надуть вот здесь как здесь чуть-чуть потоньше так вот таким вот образом как так так и значит нижнюю челюсть тоже увеличиваем размере так значит ее тоже чуть-чуть надуваем подбородок делаем побольше чтоб челюсть было побольше нижняя так чуть-чуть корректируем глаза так здесь вот где нос можно немножко припустить вот вот уже такая будет форма ну что-то она мне не нравится так control z так что еще можно сделать можно сделать квадратную черепушку вот так вот раз вот так здесь теперь ну надутость оставляем он уже конь как бы мультипликационный получается наверное да потом что еще и мы делаем увеличиваем значит грудину так увеличиваем значит вот этот шею надуваем вот эту вот холку так теперь прибавляем даже нет знаете что сделаем давайте в качестве эксперимента значит тут есть у нас конь и делаем ну значит деформацию и мой любимый инфлат кирик 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 вытягиваем чуть-чуть и муляхи ну чтоб сзади был поприкольнее да и значит спереди вытягиваем вот так грудину приподнимаем к верху здесь чуть-чуть можно наверно тоже по уже как вот здесь у нас с мордой хорошо но сильно и и вот этот надуло да во в принципе при анти он стал прикольный немножко сейчас его перекрасим так теперь уши чуть-чуть шифтом выгладим так вверх чуть-чуть тоже шифтом глаза немножко подведем так и вот тут в чем косяк вы видите что до надулся так что у нас исчез рот моего чуть-чуть шифтом чтобы можно было зацепить так вот теперь мы его можем взять и тогда чуть-чуть уменьшим нижнюю челюсть выберем кисточку значит выберем кисть какую клей билдап зайдем значит в автомаскинг включим бакфейс чтобы он внутренние полигоны не рисовал поставим на двоечку и попробуем здесь немножко все это дело переделать так control убираем через alt немножко все это дело прорисовываем так ага так так теперь что у нас получается нужно сделать как бы вот такой вот внешний вид выгладим чтобы вмятина была потом значит здесь тоже выглаживаем здесь можно у нас значит что сделать через alt тоже вот это все аккуратненько чтоб не залезть на какие-то уже готовые детали чтобы потом меньше геморрою было да так вот губы нижние тоже можно через alt подрисовать так тут значит впадину делаем нос чуть-чуть до оформляем чуть-чуть делаем плоскую вот как бы так бы так теперь вот так так надо теперь взять кисточку стандарт 0 на лепку и переключаем и через alt так кисточку чуть-чуть побольше до оформляем вот эту всю часть так оформляем губы так вверх чуть-чуть сглаживаем низ оставляем так ну уже в принципе прикольный такой коняра получился мультяшный да так alt по рисунку чуть-чуть проведем вот эти мышцы вот где уши тоже хрящи чуть-чуть повыделываем так что у нас тут еще с глазами с глазами значит сделаем чуть-чуть мешки можно сделать под большие глаза под мультяшные да так значит что здесь у нас рисуем значит большую впадину для глаз чтобы когда будет сетка сейчас переделываться чтобы все было очень глубоко так теперь немножко веки до оформим выделим хрящи вот так чуть-чуть где-то сгладим так и значит через alt еще больше вот это вот туда прям во так сделаем дай на мэш control левая кнопка мыши так здесь у нас все нормально форма не изменилась просто стала более надутая так ну уже в принципе прикольно на так теперь с мордой поработаем какую выбрать цвет фейс лица ну давайте вот c английский выберем серый и значит чуть-чуть все это дело по покрасим так выберем какой-нибудь темный цвет до оформим значит вот эти вот ноздри сделаем потемнее чуть-чуть здесь примажем и значит нижнюю губу тоже ну притонируем да ну чтоб более-менее значит не сильно он тут прям выделялся так вот теперь что еще с нижней челюстью вот она мне чуть-чуть не нравится давайте через alt так и значит чуть-чуть ее сделаем квадратной так и чтобы потом анимация была прикольная можно сделать побольше губу тут как теперь так 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 побольше кисточку как это дело значит побольше вдавливаем так освобождаем делаем побольше губу чтоб потом этой губой можно было ну тоже как бы делать анимацию да так что еще тут губа у 10 большая все это нормально так там у нас впадина здесь у нас значит выемка так делаем мофта положи чуть-чуть нижнюю губу опа и видите она по сравнению с мордой отличается какая-то она значит туповатая мы давайте сделаем по квадратней так губу приподнимем нижнюю чуть-чуть значит при опустим так вот можно уже потом кости здесь поставить на анимацию и значит и подбородок чуть вперед выпустим когда закроется значит рот будет я думаю прикольно так тут еще немножко приподнимем уберем так ноздри в принципе мне нравится как получились можно их чуть-чуть еще значит как бы вперед подать тут чуть-чуть примять так и значит что еще но можно сделать большие глаза но это уже можно просто приподнять значит веки так вот раздвинуть глаза сделать побольше как что у нас тут ну в принципе тут нормально но можно еще посмотреть как тут с височной частью вот можно еще височную часть натянуть ну чтоб уже точно а челюсть тогда чуть-чуть завести потом где уши чуть-чуть наверное все-таки поменьше так ну и в принципе чего ну согласитесь уже мультяшный кони прям для мастерсона будет уже прикольный сейчас мы из него попробуем еще какой-нибудь вариант так сначала вот это я сейчас сделаю развертку полностью потом посмотрим как он на риг станет так теперь кисточку стандарт нарисование ставим потом здесь убираем альт левая кнопка мыши чуть-чуть значит тут выдавливаем сзади чуть-чуть массы нарабатываем ну и тут чуть накинем так ну прикольно красивые уши получились так тут значит с веками нормально всегда можно и значит затонировать подкрасить ну в принципе мне нравится так теперь c нужно подкрасить определить полностью значит морду как тут еще красненький цвет какой то есть так тут у нас темный выходит вот выбираем серый чуть-чуть серого потом c немножко красного добавляем так c вот в эти пустоты где глаза чуть-чуть темненьким значит кисть еще можно уменьшить так притемнить d и определить вот эту губу как c губа должна прям выделяться ну и нижняя думаю тоже должна выделяться а вот c челюсть можно и потемнее сделать не очень ей нужно чтоб она прям вот здесь вот у с внутренней части можно потемнее сделать так здесь у нас что выбираем другой цвет потом здесь еще значит поменьше и чуть-чуть значит до оформляем так теперь c темная и прям ну здесь черным можно прям хорошо в ноздрях порисовать а ну-ка вот так вот так вот такой получился персонаж давайте сейчас его сделаем ему развертку и попробуем значит поставить на него кости и поиздеваемся еще какие-нибудь варианты по поделаем да так а ну-ка мы будем сохранять только один вот это так делаем control дай на мэш делаем дубликат на верхней значит стоит у нас видите симметрия это x английская ч русская так теперь что делаем геометрии заходим находим за рмс логейшин если у кого-то не будет без этой работать без версии 2018 то ее ставим если работает то в принципе не обязательно так ну и тысячи две наверно полигонов хватит ну вот три тысячи полигонов нормально так теперь делаем control д control д control д так ну пойдет чем больше полигонов но не всегда конечно если очень много полигонов он бывает рвать начинает ну и сделаем про джектал смотрите если нижний отключить у нас просто этот персонаж от белый у него нет текстур мы нижнюю включаем верху низко полигональная верху внизу высоко полигональная и вот на низкую высокого делаем про джектал делаем да немножко ждем вот когда на 900 тысяч полигонов да чуть-чуть это бывает ну как затягивается смотрим чтобы нигде не было порывов дырок там еще чего-то да как это проверить цену вот на таких бывает не видно но когда мы значит геометрию понижаем полигонаж хоп тут дырка появляется одного полигона нет допустим ставим на высокую ставим за плагин и юли мастеры ставим вот он клон он в рэп видите что 3000 полигонов это очень хорошо делаем копии нажимаем на нашу вот эту вот картинку нижнюю которая появилась и нужно приклеить вот эту вот развертку цвет приклеить значит к текстуре значит заходим текстуры map находим крит находим new from polypaint клон делаем значит клон текстуре она автоматически сохранится но нам ее для блендера нужно перевернуть заходим значит текстуры находим flip в видите что она перевернулась и теперь нам нужно в самый легкий формат ее сохранить так это где у нас тут ну давайте сохранять сюда конь 41 стиль напишем то так ну да стиль и значит это разы ну чтоб полностью не писать я пишу развертку ну развертка или норм 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 пнг так ну пойдет сюда же сохраню конь 41 стиль все теперь нам нужно сделать нормал мап чтобы вот эти все детали смотрите когда мы уменьшаем тут нет деталей вот ну как они пропадают вот эти все мышцы там еще какие-то до переходы и чтобы это все дело у нас оставалось нам нужно нормал мап нажимаем крит нормал мап делаем клон вот тут ее тоже можно перевернуть флип в и значит экспорт делаем пнг 41 делаем значит стиль норм и пнг сохраняем все теперь выбираем сколько нам устраивает полигонов можем вот такую 15 делать но в принципе будет без разницы вот на лошадях на животных это нормально 23 тысячи полигонов на людях там бывает 3000 голова разваливается в хлам так что делаем вот такую штуку и значит экспорт сохраняем конь 41 стиль так ну и сохраним этот файл я его выложу в группу с хвостами отдельно соберу и значит он будет с ригом если кому-то понадобится будет интересно может ну и чтоб не пропал так делаем save all и сюда же сохраняем конь новые это будет хорс ранен стиль то же самое можно было конечно покрутить повертеть и сделать в блендер то же самое можно надуть но мне больше как-то нравится тут за брать мне больше нравится работать так давайте я вот так вот сразу сделаю картинку так ну как я вот так наверно да можно сделать вот так вот потом отключить edit вытянуть еще одну модельку включить edit и смотрите что можно сделать как раз где-то в бок и так поставить можно побольше вот и уже будет прикольная заставка сделать скриншот как-то вот так наверно можно с ногами да принципе вот так вот можно сделать и сохранить это будет значит на главной так если убрать что-то это control n все этот убираем а последним который на edit включен все мы будем работать так и пока значит тут это все дело есть давайте верхний отключим а с нижним немножко поиздеваемся да что можно сделать ну смотрите кисточку поменьше ставим во первых можно его сдуть смотрим насколько его можно сдуть это значит инфлат где-то так вот назад вернем потом здесь можно голову вдавить морду чуть-чуть приподнять здесь чуть-чуть припустить холку допустим чуть-чуть я не знаю вагнуть как нибудь вот так потом сделать поменьше ну приблизительно потоньше да если у персонажа нос тонкий ну пусть и у его лошади будет тонкий так глаза оп где-то чё-то там лоб разводим так вот такая штука челюсти можно сделать ему теперь как бы побольше можно сделать угловыми резанными уши можно отвести как-то подальше лоб придавить так ну и в принципе чё чуть-чуть поработать чуть-чуть поработать с глазами ну тут как вариантов конечно с лошадьми не так как с другими персонажами вот глаза ему можно сделать там побольше раз здесь можно хоп поровнее сделать хоп веки приподнять так что еще можно сделать но если кисточку побольше поставить то морду можно ну как бы так вот так раз поменьше челюсть чуть-чуть вперед вариантов конечно маловато если только раз теперь надуть но это будет у и ну в принципе тоже как вариант да только теперь придется и эти губы надуть челюсти чуть-чуть надуть чуть-чуть вдавить виски чуть-чуть вдавить как лоб чуть-чуть можно вперед подать ну вот получается тоже да для какой-нибудь гражданки значит монашки ну в принципе чё вот уши там как-нибудь в бок уже тоже лошадь уже тоже прикольно просто голова у нее чуть увеличилась можно теперь выбрать наверно так голову сделать control и и просто сделать допустим skyл и чуть-чуть ее вытянуть убожество конечно ну в принципе чё принципе вариантов тут не так много единство что каждую лошадь можно подделать к персонажу допустим там если у нее нос у персонажа толстый то можно вот толстый сделать если у персонажа нос острый тонкий ну можно заострить значит не эту как сказать фейс лица да вот раз вот такую сделать хоп крысиную там подбородок чуть поменьше ну в принципе вот такая вот штукенция можно значит что-то такое выдумывать уменьшать делать допустим холку вот так грудину тогда убираем прогиб ей побольше здесь чуть побольше значит грудную делаем живот можно чуть потоньше там ягодицы чуть уменьшить чуть их значит как-то вперед подвести заднюю часть тоже вот как бы уменьшить чуть дать скос побольше в принципе чё неплохой дохляк получается ну я думаю принцип понятен да можно посидеть где-то что-то понаходить где-то что-то перелепить ну давайте посмотрим как этот конь теперь станет значит к своему ригу и так есть у нас вот такой конь да у него есть риг у него есть уже анимация и в принципе это ваш коня мы переделали все кони которые есть для скачивания к ним всем подходит вот этот риг так как его подставлять заходим в пост мод английская а выбираем весь риг находим какой-нибудь кадр ну нейтральный без анимации делаем alt g alt r если делался s то s делаем так ну что еще ну и прописываем и анимацию все это всем вот этим костям так смотрим что у нас тут сумками все нормально заходим значит в object mode выбираем нашего персонажа и тот персонаж должен сюда нормально встать значит его delete убираем а этого персонажа import option находим это получается 4 стиль но он будет видите немножко большеватый мы его просто s английская уменьшаем подгоняем к нашему вот этому хвосту к нашей вот этой значит системе так смотрим чтобы он попал по ногам попал значит по хвостам так ну где-то так плюс-минус так хвост нормально в анимации можно его потом приподнять так или тут задницу чуть подтянуть не вопрос так теперь нам нужно чуть-чуть его переделать почему видите что гривы нет он стал больше то можно какие-то косточки ему удалить в основном косточки гривы нажимаем c английскую выбираем все вот эти наши косточки гривы грива сейчас у него будет другая так значит c колесико увеличивает вот этот значит размер кисти значит так выделяем левой кнопкой мыши правой так подождите и значит колесиком стираем все ненужное так что еще ну это значит дилит английской облом челюсти вот эти вот челюсти надо их пониже значит припустить так что-то выборка неинтересно пошла так тройка на нам падет жить чуть-чуть пониже так мышка не дожимает уже ноутбук пока еще работает ну в принципе ничего так так g подставляем сюда это значит выбираем g чуть повыше эту косточку чуть-чуть g пониже можно вот сюда подставить на стык где он будет открываться а эта косточка нам в принципе нужна чтобы назначились веса и когда будет нижняя закрываться верхняя значит губа не ломалась можно также эту кость поднять повыше к носу вот сюда и добавить просто отдельные кости на низ и наверх чтобы можно делать губную анимацию тогда можно персонажа вообще сделать финт так так ну в принципе чё все теперь нам нужно его перевязать выбираем нашего персонажа выбираем кости ctrl p white automatic widget вот конь побежал и видите уже конь стилизованный но у него чуть-чуть тут нужно теперь тройка на нампаде видите что конь стал толще значит что можно сделать значит заходим семерка на нампаде и просто вот этой кисточкой транспоз вот это все вытягиваем делаем побольше так теперь можно это дело раз шею вытягиваю чуть приподнять ну и в принципе чё ну и все теперь можно еще что сделать зайти выбрать кости зайти в edit mode так 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 и вот эти косточки все выбираем так ну вот эти вот одни и чуть-чуть значит подводим ну раз стремя чуть выдвинулась ну и тогда и мы выдвигаем вот эту всю штуку вот видите чуть-чуть да оп подтянули все на место поставили заходим в edit mode выбираем теперь наше седло и делаем ctrl-p white automatic ну и проверяем все бежит все нормально ну чуть-чуть вот ремень беда теперь нужно подправлять потому что шея тоже толще стала и нужно чуть-чуть в бок выводить ну это уже не проблема как говорится так так зубы на месте все на месте еще нужно ну у меня есть сбруя надо сбрую сюда одеть и согласитесь уже совсем другой вид лошадей тем более реалистичные ну принцы не более реалистичные да а это более уже мультяшные вот можно теперь переделать в таком же стиле чуть-чуть там где-то какие-то события переделать и лошадь главному герою значит этого мустанга и уже мульфин будет смотреться более мультяшным я думаю ну вот такая штукенца так ну тут же еще как говорится были глаза находим глаза глазам делаем с персонаж у нас стал больше значит глаза ему нужны побольше так ну у нас теперь получается какая фишка что а здесь глаз у нас как говорится шикардос чуть-чуть его уведем чуть-чуть поднимем повыше но вот этот глаз теперь видите он ушел убог давайте зайдем в edit mode и L английская нажмем на mesh и delete клавиши вертиксы удалим зайдем в object mode выберем наш вот этот глаз так и сделаем модификатор ему значит это будет mirror и нажмем на нашего персонажа и применим модификатор вот красота чего там говорить да еще ему чуть-чуть тут корректировочек и он значит под мастерсоном будет выглядеть вообще мультяшно будет бомба выглядеть и так значит вот такая информация если кому-то пригодится в принципе не столько она пригодится сколько если кто-то будет делать какой-то проект в мультяшном стиле то тогда значит лучше делать как бы им прикольные фейсморды да так а ну-ка так вот что тут теперь видите еще зубы так и еще где тут а ну-ка вот она да и вот она g подставляем сюда и смотрите когда вы что-то переставляете раз и она убежала у вас поэтому на базовой на модели такой значит нейтральной да лучше это дело раз подставили и английская и перепрописали так смотрим теперь как закрывается у нас челюсть значит здесь можно g вот видите чтобы он жевал как-то по прикольному так ну в принципе чё если лицевую анимацию еще поставить то в принципе зашибись будет так еще можно на базовый раз у нас хвост видите вот так вот это по-моему а ну-ка нет вот это косточка g так она почему-то а все она назначила там свои веса все нормально вот так вот ну все вот такая значит заготовка все всем пока до свидания